Всем большой привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Иногда очень хочется вернуться в детство, где ты сидишь на кухне, а бабушка готовит твои любимые блюда. Блины, оладьи, невероятно вкусные пирожки, вареники, печенье. Рецепты бабушки бесценные, они простые, но такие вкусные. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами одним из таких рецептов. Когда к чаю дома ничего не было, бабушка готовила вот такие кефирные улиточки. С сахаром буквально за 15 минут. У нас была корова, поэтому кефир и молоко дома были всегда. Это невероятно вкусно! Давайте готовить! Но прежде не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Нам понадобится 2 стакана по 250 мл теплого кефира, жирностью 2,5%. Добавляем 1 чайную ложку соды и хорошо все перемешиваем. Должна пойти реакция, масса увеличится хорошо в объеме и запенится. Затем добавляем 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара. Снова все хорошо перемешиваем. И начинаем постепенно вводить 700-800 г муки. Муку обязательно просеиваем. Вам может понадобиться муки чуть больше или чуть меньше. Ориентируйтесь на тесто. Замешиваем тесто сразу венчиком. Затем ложкой. А затем руками. Будьте аккуратны, не забейте тесто мукой. Оно должно остаться мягким, нежным, слегка будет липнуть к рукам. Такой уже минус кефирного теста. Оно всегда немножко липнет к рукам. Даем тесту отдохнуть 5-10 минут и приступаем к формированию кефирных улиток. Тесто еще раз хорошо обминаем. И делим на 4 части. Соответственно получится 4 кефирных улитки. Каждую часть обминаем. Стол припыляем мукой. Берем кусочек теста и тонко его раскатываем в круглый пласт. Видите, даже рисунок коврика видно через тесто. Тесто очень легко раскатывать, без особого труда. Далее тесто смазываем растительным маслом без запаха. И посыпаем сахаром. На кусочек теста берем примерно 4-5 чайные ложки сахара. Сворачиваем все в плотный рулетик. Хорошо защипываем края. Рулетик сворачиваем в улитку. Рулетик сворачиваем в улитку. Край хорошо защипываем. И раскатываем скалкой примерно по диаметру вашей сковородки. Жарим на достаточном количестве растительного масла с обеих сторон до золотистого цвета. На огне меньше средней воды готовности. Сковородка и масло должны быть хорошо разогретые. Готовые кефирные улитки снимаем с огня на салфеточки. И таким образом жарим все остальные. Бабушкины кефирные улитки готовы. Быстро, просто и очень вкусно. Подавайте их к чаю теплыми. Внутри они получаются очень слоистыми. Тесто мягкое, нежное и пушистое. Посмотрите, какая только красота получается. Сколько слоев! Кстати, из такого теста на кефире можно приготовить отличные пирожки. С любой начинкой на ваш вкус. Друзья, надеюсь, рецепт вам понравился и пригодится. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего. До новых вкусных встреч! С вами была Елена. Субтитры подогнал «Симон»!